Бросать дачные участки или нет, этим вопросом уже не первый год задаются собственники дач в Мирненском районе. Проблема состоит в том, что к ним на участки не поступает сточная вода, которая так необходима для урожая. Но они всеми силами пытаются поддержать жизнь на огороде. Как дачники справляются без воды, узнавала Злата Курбанова. Чтобы содержать вот эти участки, вот это все выращивать, нам приходится покупать воду. Вот у меня труба, она открытая, но уже 5 лет с нее не капает ни одной капли воды. Чтобы полить, я беру, заказываю машину и покупаю воду. Каждая бочка стоит 200 рублей, у меня 25 бочек. Вот считайте, сколько я беру за лето. Соседи Ольги по-своему выходят из положения. Кто-то привозит воду в больших цистернах с озера, ну а кто-то использует остатки в колодцах. Благодаря колодцу до этого времени вода была. На следующие годы я вряд ли дачей буду заниматься, потому что это большая проблема для меня. Вот без воды, что может вырасти без воды? Ни морковка, ни свеколка. Мы без воды, мы уже устали покупать воду. Нам дачу содержать или бросать ее, просто жалко уже, знаете. Картофель, кабачки и цветы на удивление растут, но без воды. Вся проблема, как обычно, в деньгах. Дачники во всем меняют представителя садоводства. Они платят за воду, за дорогу, за уборку мусора. К нам заедите в контору, у нас там есть картотечка, и посмотрите, сколько людей в этом году заплатило за дачные участки. У дачников совсем другая информация. Некоторым даже грозились отнять участок. У меня существует такая проблема с водой, и уже 8 или 10 лет, точно врать не буду, был такой случай, что я пришел заплатить долг, я не платил, пришел заплатить долг, задал там вопрос, какую сумму я должен. Мне назвали сумму, я попросил вычесть оттуда стоимость воды, потому как у меня в этом сроке воды не было. Мне отказали. Мне сказали, либо вся сумма, либо вдогонку, потом еще и сказали, что привлекут к ответственности, отберут участок. Многие по причине отсутствия воды готовы бросить свои участки. Дачники просят не только осветить эту проблему, они хотят, чтобы их услышали и помогли. Сейчас мы находимся возле насосной подстанции, которая качает воду из озера и подает ее на участки. Мы слышим, что работа идет, что насосы качают. Злата Курбанова, Тимур Ширыжик, телеканал «Алмазный край».